Пустыня в Иордании Петра или Гора Так называли это место греческие историки Для Набатеев, которые две тысячи лет назад были на Востоке сильным племенем, это было культовое место Сейчас Набатеев больше нет На вершинах гор больше не приносят жертвы богам Но любого человека, рано утром пришедшего в этот величественный мир гор, не покидая чувства благоговения Кажется, что бедуин молча говорит Отправляйся в путь с восходом солнца, потому что дорога через ущелье долгая и трудная Только с первыми лучами солнца ты сможешь увидеть чудо, царскую сокровищницу Ступени в скале – символ загадочного мира Набатеев Огромные кубы, высеченные в скале С отшлифованными стенами высотой из дом Кажется, что нет ни входа, ни выхода В них есть только вход, потому что это вечные дома Конь того, кто селился в этом доме, возвращался домой без наездника Гробницы при входе в Петру – указатели, как попасть в царство мертвых Некрополис Город мертвых Говорят, что раньше жившим в этом районе намадам под страхом смерти было запрещено строить дома для живых Когда намады приходили к Святой горе, чтобы побыть рядом с богами и своими умершими близкими Они ставили палатки или прятались в пещерах Овеянный всеми ветрами горный массив из песчаника возвышается, как естественная крепость Огромные скалистые острова Горы достигают высоты 300 метров Набатеи, жившие здесь, чувствовали себя в безопасности Эти изрезанные ущельями горы они называли Асшара – скалы Их главного бога, который живет в камне, звали Душара К священному месту можно было подойти только пройдя через Сик – очень узкое ущелье Скалы устремляются ввысь почти на сотню метров Сомкнутся ли они над головой пришедшего сюда человека? Им овладевает беспокойство и удивление Когда он один идет по скалистому туннелю длиной 1200 метров Дорога через ущелье трудная и долгая Разве бедуин не предупреждал? Тысячелетиями вода и ветер увеличивали естественную расщелину в скале Так обозначилось русло реки Потом Набатеи направили реку в другую сторону А ее естественное русло использовали как дорогу для процессий Неожиданно перед тобой возникает неподвижный, немой проводник Который как будто говорит «Иди дальше», но ты не можешь сдвинуться с места Это не сон, не оптический обман Через узкую щель, как будто Сик не хочет показывать свое чудо Видишь Эльхазне Альферун Царскую сокровищницу Монолит высотой 40 метров Все здание целиком высечено в скале Невероятно! Образ проводника в царстве мертвых Каменотесы, как скульпторы, высекли из бесформенной скалы Великолепный фасад сокровищницы За розовыми колоннами находятся три темных, пустых, высоких зала Это гробницы и зал, где поминали умерших Так кто же, какой царь построил эту гробницу? Эльхазне Альферун Это самый известный памятник набатейского барокко, созданный в первом столетии до Рождества Христова Тогда набатеи были на вершине своего могущества Рядом с вечными домами они начали строить в Вадимуса город живых Многие вопросы до сих пор остаются без ответа На несколько столетий Петра была предана забвению Ее и памятники культуры набатеев в 1812 году заново открыл европеец Который путешествовал по арабским странам в одежде бедуина В вечных домах поселились бедные потомки могущественных арабов Открыватель Петра, который называл себя шейхом Ибрагимом Не нашел сокровищ в огромных, возможно, самых старых гробницах Украшенных простыми ступенчатыми орнаментами и оловянными фризами Высокие фасады, карнизы, полуколонны и портики Старились вместе с камнем Их постепенно отвоевывала природа Там, где геологи видят только окаменевший кварцевый песок Окрашенный примесью окиси или гидроокиси железа Обитатели горного мира видели форму и цвет Набатей с любовью называли это место Рагму Острополосатая Даже если потомки Набатеев и не верят больше в бога гор Душара Это священное место остается их родиной Оно стало частью их жизни И они никому не отдадут этот цветной мир В котором им удается забыть о своей бедности Правда ли, что намады Жившие в этой каменной пустыне Были так богаты, что смогли построить в скалах дома для умерших Каменотесы высекли в горе больше 600 гробниц Откуда это богатство? Мимо священных гор Набатеев проходила тропа Ладана И важнейшие торговые пути в Африку и Европу Предприимчивые арабы брали пошлину с караванов И устраивали склады с дорогими товарами Так предки иорданских бедуинов стали богатыми и могущественными Вожди племен, погонщики верблюдов, скотоводы и разбойники Могли назвать себя царями Их владения распространялись до Дамаска Город, который они построили в долине Моссас Столица арабской Петреи Пришел в упадок, как и власть Набатеев Сохранились только гробницы, их вечные дома Когда Петра стала приносить доход как туристический объект Обитателей города мертвых, находящегося под охраной государства Попросили удалиться У Набатеев право проживания мертвых тоже было строго регламентировано Все, что происходило в священном месте Было подчинено культу мертвых Эта гробница и все, что находится на этом месте Посвящено душаре, богу нашего повелителя Душара и другие боги хотят, чтобы все было так, как написано в этой грамоте Дождь, солнце и ветер создали в Петре фантастические формы Которые все время меняются Арабское название Пестрополосатый удивительно подходит этому месту Светло-серый с прожилками камень окрашивается То в охристый, то в розовый, то в коричневый Или глубокий красный цвет Как любой архитектор, природа с фантазией перестраивает то, что создано человеком В начале был камень А в камне жили боги Всем понятно, почему на Ботее навещали своих умерших предков В их горных гробницах До нас дошли сведения, что в треклиниях, открытых залах, на культовые праздники Собирались 13 человек На каменных скамьях они устраивали ритуальный обед И под музыку, которую играли два музыканта, поминали умерших Виды Петры наводят на размышления Природа и культура стали единым целым Здесь трудно понять, что внутри, а что снаружи Прошлое и настоящее совпали по времени Здесь стирается граница между жизнью и смертью На Ботее хотели навсегда упокоиться в священных горах Джабель Аджеа Самая высокая гробница повелителя Одабаса Которого бедуины почитали как бога Только на закате солнце освещает фасад высотою 50 метров Невероятно, с какой точностью архитектор и каменотесы Увидели в скале пропорциональное здание и высекли его из песчанника Аджеа, великолепная гробница с ее монументальной простотой И строгой симметрией, увенчана огромной урной Кажется, что здесь, наверху, откуда можно посмотреть на весь город Набатеев Вас ждет проводник, который был вашим невидимым спутником В этом горном архитектурном лабиринте Это номад или шейх Ибрагим Который так и не смог расстаться с этим чудом Востока Которое он открыл почти 200 лет назад Бедуины считали одетого в белые одежды шейха волшебником Они думали, что он хочет похитить у них сокровища Которые они сами так и не смогли найти Сокровище, которое шейх Ибрагим забрал с собой Было ценнее, чем золото из гробниц Это была весть о Петре КОНЕЦ КОНЕЦ